Добрый день, дорогие друзья, уважаемые телезрители, наши радиослушатели замечательные. Итак, в эфире программа «Якутск. Сегодня». И с вами в студии я, Ольга Голдобина, а также наш гость, руководитель Сайсарского округа, Слепцов Владимир Владимирович. Добрый день, Владимир Владимирович. Здравствуйте, здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, уважаемые жители города Якутска, а также республики. Ну, сегодня такой более тёплый день, более радостное настроение, как-то хочется уже тепла, кругом ёлочки начинают устанавливать, город становится красивым, подготовка к Новому году активная. А наша с вами задача сегодня рассказать о том, как работает ваше управа. Вообще цель этой передачи – рассказать жителям города Якутска и жителям республики Саха-Якутия, как активно работают управы, какая большая на вас нагрузка, ответственность, сколько работы вы делаете. И это такой непомерный труд, который, ну, передать словами просто невозможно, увидеть весь в объёмах просто невозможно. Смысл идеи вообще, вот возникшей у нас, рассказать о работе управ, приглашать руководителей управ, состоит в том, что мы очень заняты все. И, как правило, от точки А до точки Б, от точки Б до точки А. Мы живём в таком ритме, да? Утром уехал на работу, вечером вернулся домой, и многое мы упускаем, многое мы не знаем фактически. Не всегда есть у нас время, возможности посмотреть новости, опять же, полистать тот же интернет. Вот, и в связи с этим мы решили, что лучше будет приглашать руководителей управ, которые делают огромный объём работы, и задавать определённого уровня вопросы. Вы у нас не первый гость, пятый по счёту. Спасибо. Вот. И каждому нашему руководителю мы задавали первый главный вопрос. О мобилизации, да, о семьях мобилизованных. Вот сколько семей мобилизованных сейчас в Сайсарском округе? На данный момент, на сегодняшний день, у нас 147 семей мобилизованных, несовершеннолетних детей, среди этих семей около 150 детей. На данный момент, конечно, поступают разные запросы на оказание помощи, начиная от уборки снега во дворе, например, начиная от каких-то жилищно-коммунальных вопросов в квартире. Все эти поступающие заявления мы совместно с нашими коллегами, совместно с управляющими компаниями, а также городскими службами планомерно выполняем. Также у нас сейчас проходит раздача продуктовых наборов, это уже вторая по счёту. Она состоит из трёх наборов. Каждый член семьи по предварительному звонку мы созвонились, спросили, какой бы набор они хотели выбрать. Они, конечно, отличаются немного друг от друга, но, тем не менее, каждый сам выбирает, какой набор ему доставить. И на данный момент мы производим доставку. Предварительно созваниваемся, чтобы они были дома. — Я наслышана, что очень часто такая доставка происходит именно в ваши выходные дни. То есть получается, что работники управы практически без выходных, сейчас такое время. — Когда люди в основном дома, это выходные, суббота, воскресенье, ну или же в вечернее время, после рабочего времени, специалисты совместно с муниципальными дворниками производят развоз. — Ну это вообще колоссальная, вот на мой взгляд, да, это колоссальная работа и, ну я не знаю, как это сказать, самопожертвование, что ли, всё равно или выходные ты должен провести в семье, с детьми, какие-то домашние задачи, дела, да. У вас и так сейчас рабочее время такое какое-то нестабильное. Я вот как и не начну сотрудничать с управами, вот что-то выяснять, какие-то вопросы задавать, подготовка к передаче, когда происходит, всё время, некогда, всё время что-то набегу, и потому что заняты, 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 с восьми утра там совещание, и всё это до позднего вечера. Ну, я считаю, что это самоотверженность такая, и нету такого, вот у меня рабочий день с девяти до шести, там больше мне не платят, да. Вот насколько я в курсе событий, работники управы, они работают вот в режиме такого, ну я не знаю, целенаправленного, колоссального, огромного потока времени, которые, наверное, даже сами вот не отрегулировать ничего не могут. Я согласен, да, на самом деле у меня в коллективе в основном, я пытаюсь взять таких людей идейных, которые более, как сказать, ну, обязательное условие, конечно, одно из обязательных условий, это чтобы человек жил в Сайсарах или как-то был связан с Сайсарами, ну, чтобы ради своего округа, ради того района, где он вырос, или живут его дети, он более продуктивно работал. Вот, общаясь с такими людьми, как вы, с вашими командами, лично я сделала вывод, вот этими людьми, вами всеми руководит любовь, да? Да. Любовь к округу, любовь к городу Якутску, неравнодушие к республике, к тому, что происходит на самом деле. И вот это уже второй раз вы развозите эти продуктовые вот наборы, и я знаю, что вообще помощь разного уровня оказывается семьям мобилизованных. Да, запросы поступают, Ольга, абсолютно разные. Ну, может быть, что-то вот, да, вот, какой-то вот, по Сайсарскому округу, приведите нам пример, вот что такое активное там. Ну, вот, например, жители на 76-го квартала, это улица Парковая, попросили грейдер, ну, то есть, привести дорогу в порядок. Ну, мы созвонились с Экордурстроем, они, конечно же, не отказались, помогли управе, помогли жителям, ну, таким вот образом решили эту проблему. Ну, приятное, вы знаете, такое решение было, потому что я живу на Лонгеново сама, и грейдирование прошло не только на Парковой, но и на Лонгеново. То есть, как бы, раз грейдер выделили, надо быстро его использовать во всех направлениях и как можно максимально, да, получить выгоду от этого мероприятия, что говорится. Вот, ну, приближается Новый год. Немножко забегу вперед, да, приближается Новый год. Сколько детей в семьях мобилизованных, вот сейчас, на данный момент, у нас есть на территории округа СССРский, и вообще, как вы планируете их поздравить? Вот такие дети, эти дети чувствуют себя немножечко сейчас. Конечно, конечно. Да, Ольга, это около 150 детей, как я ранее сказал. Ну, я сам лично планирую одеться в Деда Мороза. Это будет красивый, высокий Дед Мороз, да? Да, в прошлом году мы так и делали, у меня был зам по общим вопросам, была нашей Снегурочкой, я был Дедом Морозом, ну, мы разъезжали по семьям, и развозили подарки, поздравляли деток, это было очень позитивно, дети очень радовались, родители были очень удивлены. Ну, в этом году мы тоже будем таким же образом. Ну, на самом деле, это замечательно. Я все время удивляюсь, Господи, насколько у людей отношение к гражданам, да, вот, к людям, которые вокруг, вот, к работнике вот эти, насколько они вот все-таки, ну, как я сказать, теплые, что ли, какие-то. Я даже слова не могу подобрать. Спасибо. Скажи кому-нибудь, что человек вот просто взял в нерабочее время, оделся Дедом Морозом и поехал вот развозить подарки. Это же просто замечательно. Честно говоря, я не имею права аплодировать, наверное, в эфире, но всей душой аплодирую в вашей работе и не перестаю восторгаться тем, что делают все-таки работники УПРАВ. Потому что сама работаю с УПРАВой Губинского округа, сотрудничаю как общественник 9 лет, и 9 лет я нахожусь в этом режиме, и мне это безумно нравится на самом деле, и я уважаю очень этих людей. Вот, и, ну, как сказать, нисколько не кривлю душой и не пытаюсь льстить, что ли, лишний раз говорить комплименты, это истинное состояние моей души. Следующий вопрос, который я хотела бы задать, и задаю каждому руководителю, кто приходит к нам в студию в гости. Дороги. Дороги. По дорогам. Что касаемо дорог. У нас в этом году мы, наверное, побили все мыслимые и немыслимые рекорды. Да, такого никогда еще не было. Да, у нас в Сайсарском округе 6 дорог сделали. Это около 7 километров улица Маяковского, улица Якова Потапова, улица Ильминская, Устах, Избекова, улица Белибина и также улица Мерзлотная. Все вы видели, как проходили эти ремонтные работы. Это не просто взяли, стесали старый асфальт и сверху положили новый. Они... ремонт проводился с учетом... с учетом наших климатических особенностей. То есть это была большая подложка. Работа была проведена очень колоссальная на самом деле. Конечно, это доставило какие-то неудобства жителям, но этот результат, который мы получим, я уверяю, он будет... Он очень нас сильно обрадует. Также даже улица Маяковского в прошлом году, она как сильно тонула. Сейчас уже там сделаны водоотводные лотки, установлены насосы, которые будут перебрасывать ливневые воды. А это очень большая проблема на территории Сайсарского округа, да и в городе в целом. Но на территории округа Сайсарского, я вот еще раз хочу сказать, проведена колоссальная работа в плане дорог. Также мы за свой бюджет, управа, мы проводили грейдирование, отсыпку. В этом году мы отошли от красного песка. Основной упор мы сделали на щебень, так как у нас в основном грунтовые дороги. И было освоено около тысячи кубов щебненами. Мы сделали 67 внутриквартальных дорог, которые проходят через дворовые территории. Замечательно. Там у нас применялась щебенка. А также в этом году, как вы знаете, делали проспект, ремонт. И очень много у нас вышло дефектной плитки, которая царапанная, колотая. Мы даже ее применяли, когда выравнивали дворовые территории. И, например, если взять дворовые территории на Лонгиного с дробями, там была, конечно, ужасная дорога, ужасная дворовая территория. Но при помощи этого материала очень неплохо получилось. А можно записать, взять на карандашик, чтобы Лонгиного что-то порешали. Понимаете? Все лето же там проходит грейдирование бесконечно, потому что улица вот так вот. А можно как-то в программку какую-то включить? Может, все-таки ее как-то нужно отремонтировать? Ожидается, Ольга, по программе «Безопасные качества автомобильной дороги» это 2024-2025 год. О, как приятно. Уважаемые жители улицы Лонгиного, я готова вас порадовать. Это отрезок от Чайковского до Устахизбекова. Да, да. Ну, вот у нас скоро будет большой праздник на улице Лонгиного, дорогие друзья. А также спешу вам напомнить, что у нас есть телефончики 32-00-66, 32-11-66, на которые вы можете позвонить нашим помощникам, задать свой вопрос или сказать свое пожелание. Они это запишут. И в конце передачи мы это передадим Владимиру Владимировичу. Соответственно, вы получите ответ от управы на свой звоночек, на свой вопрос. Это очень важно на самом деле. И по дорогам. Вот я увидела, что много вот, ну, немножечко поздно ставились вот бордюрчики, да, вот эти вот. И весной, когда начнется вот оттайка, вот снег пойдет, там какие-то вот дочищаться будут как-то или что? Ну, в любом случае, у подрядчика, который выполнял работу, у него есть гарантийные обязательства, которые он будет исполнять. Если даже где-то что-то они не доделали, то у нас составлены акты. Необходимо будет ему эти работы завершать. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы с вами уходим на рекламу, что говорится. После рекламы ждем вас с нами. Вместе оставайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. С вами в студии я, Ольга Голдобина. У нас передача «Якутск сегодня». Также у нас замечательный гость нашей студии, руководитель Сайсарского округа Слепцов Владимир Владимирович. Владимир Владимирович в процессе нашего общения хотел что-то добавить. По поводу работы, проводимой нами семьями мобилизованных, хотел бы в продолжении сказать, что нашими общественниками, председателем женского совета, вот в эту субботу в школе номер 18 они проводили мастер-класс, тренинг, так сказать, для матерей, для жен, куда были приглашены представители разных министерств, которые давали консультацию в плане детей, в плане медицины. Также туда были приглашены психологи, чтобы могли они вот как в форме тренинга посидеть, поговорить. У них очень позитивно прошло, насколько мне это известно. — Ну я вот уже наслышана, я знаю, что у вас активные общественники, и я предлагаю и приглашаю на 19 число на это же время ваших общественников сюда в студию. — Ну давайте, Ольга, конечно, я не верю. — Было бы хорошо, чтобы они рассказали, да. Дело в том, что каждый округ, работа каждого округа, естественно, базируется еще и совместно с общественниками. — Обязательно, да. — С яркими общественниками. — Они нам очень помогают. — Сайсарский просто молодцы. — Сайсарский округ общественниками славятся. — Они у вас очень активные. — И это очень достойно, и достойно будет пригласить их на 19 число. В обязательном порядке хотелось бы видеть. И чтобы поговорить о детях, о семьях, о том, почему они этим занимаются, попросим их, правда? — Также наши общественники, знаете, не знаете, они в день города делали концерт, сами организовали на сквере матери с приглашением звезд. Наши депутаты помогли, подрядчики какие-то помогали призами. Были детские конкурсы, очень все положительно прошло, все были очень рады. — Это вот та эстафета, наверное, которую все-таки надо передавать, по большому счету. И не обязательно входить в общественный совет округа или быть ярким общественником. Это можно делать старостами домов внутри, двора создавать. И это тот опыт, который надо передавать, делиться с людьми, что возможности есть. Главное — захотеть, главное — пожелать. И что говорится, ну, быть полезным людям, что ли. — Дорогие друзья, а я еще раз напоминаю, что по телефону 320066, 3211-66 вы можете позвонить нашим помощникам, задать вопросы, озвучить свои пожелания в адрес работы управы Сосерского округа. И наши помощники в конце передачи Владимиру Владимировичу передадут все ваши пожелания и вопросы. Соответственно, вы получите еще и ответ конкретно от управы в свое время. Когда это будет проработано, да, Владимир Владимирович? — Обратную связь обязательно. — Обратная связь, да, это очень важно. — В кратчайшие сроки. — Еще вот в процессе всех этих передач, разговоров, каждый руководитель управы нам рассказывал о ремонтах школ. — Да, и у нас такие люди. — Это очень важно. Пожалуйста, поделитесь, почему это настроение наших детей? — Конечно, конечно. — Настроение наших педагогов, родителей, это важно? — Да, настроение педагогов, настрой, конечно, это крайне важно. Потому что педагоги, они ведь очень важны в нашей жизни, в становлении нашего подрастающего поколения. — Конечно, большую часть своей жизни, вот мы, когда учимся в школе, мы учились, наши дети, все равно проводим в стенах школы. — Конечно. — В стенах детсадов наших. — Да, Ольга, у нас в этом году в Сахаподелии политехническом лице был проведен капитальный ремонт, там прям сделали хороший ремонт, и школа номер 20. Это вот два образовательных учреждения, где у нас были проведены капитальный ремонт, где был проведен. — А капитальный ремонт как, вот целиком внутри все? Кабинеты, мебель? — Да, политехнический лицей, да. А вот СОЖ номер 20, там частичный был ремонт, не полностью. А вот СОЖ политехническом лицее, ну это вот бывшая 14-я школа, там, да, вплоть до фасада, все вообще. — Ну, здание старое, конечно. — Конечно. А скажите, пожалуйста, вот когда вот ремонты вот школ проходили, да, и интересно, вот учитывалось, что родители на машинах приезжают, там, подъездные пути как-то вот? — Да, вы, кстати, правильно задали вопрос. Вот в политехническом лице есть такая проблема. Есть такая проблема у основного корпуса, это вот на улице Ленина, у них не хватает парковки. И на данный момент эта проблема тоже есть. Мы в 2023 году планируем провести через программу поддержки местных инициатив реконструкцию, реконструкцию сквера и алмазного сквера. И там как раз будет обустройство дополнительных парковочных мест. — Уже проект разработан, мы уже его отдали в Минфин, сейчас будут проверять проект, он должен сейчас пройти, ну и будем обустраивать дополнительные парковочные места. — А можно я задам такой вопрос? Вернее, мне хотелось бы задать такой интересный вопрос. Может быть, вы помните, в советское время были детские клубы, бесплатные детские клубы, да? Вот почему-то сейчас у меня вот эта мысль появилась. А у вас вот на территории есть что-то такое, вот чтобы детский досуг проводить? Вот как-то я не задумывалась, у нас в СССРском округе это есть или нет? — Ну, при школах есть, у них свои кружки имеются. Также нами планируется открыть кружок моделирования. Это вот с использованием, ну, такие, знаете, моторчики, как дроны, только самолеты такие. Они очень легкой конструкции. Но мы сейчас это пока разрабатываем, будем привлекать тоже наших общественников, чтобы как-то это все реализовать. — А вообще вот еще какие идеи есть? Вот все-таки 22-й год заканчивается, вы его практически отработали, вы уже все проанализировали, вы знаете, к чему вам двигаться, что вам делать? Может быть, вы поделитесь с нами? — У нас есть ряд нововведений, да, которые мы использовали, которые нам предстоит использовать в 23-м году. Ну, можем просто начать даже с того, что мы изменили вообще технологию содержания бесплатных катков для населения. У нас в этом году весной было их три. Это на улице три сосны, это сосновый бор и на озере Сайсара. То есть заключается идея в чем? То, что мы обновляли эту поверхность. То есть заливали дополнительно слой за слоем. Когда его эксплуатируешь, коньками он же царапается, появляется царапина. И вот чтобы эти царапины убрать, мы... Конечно, мы не придумали это сами. Я это увидел в интернете. — Ну, век живи, век учись. Это нормально, это хорошо. — У них такая очень бюджетная технология. Ну, они, конечно, ее так просто назвали. Крокодил с полотенцем. Идея такая, что нам водоканал помогал в этом плане. Конечно, предоставлял горячую воду. Мы на емкости на своем прицепе перевозили на сам каток. И проводили полив. Ну, обновление, получается, поверхности. И раз в неделю это делали. Жителям очень понравилось. В этом году обязательно мы будем, в следующем году обязательно будем делать. Думаем над тем, чтобы увеличить площадь нашего катка еще в два раза. Потому что он пользовался популярностью. Я выходные видел. Там очень много народу у нас было. — А вот, честно говоря, я могу судить. Вот я на катке была только в Губинском округе на 203 микрорайоне. Там у них была горячая кофе, чай в продаже. То есть там разрешили работать предпринимателем. То есть дети катаясь, могли спокойно что-то купить. — Да, в 2023 году мы обязательно тоже будем с привлечением предпринимателей, чтобы они могли вести какую-то там деятельность. Конечно, обязательно это надо делать. Также я бы хотел рассказать про аэрацию водоемов. Тоже очень немаловажное такое мероприятие. Дело в том, что у нас под осень многие водоемы, а у нас их немало на территории города, начинают свисти. И это происходит от того, что нет движения в воде, вода не обновляется. Ну, я не говорю, конечно, про все водоемы, а вот те такие маленькие. Вот, например, у нас на Яково-Потапово-6, если вы знаете, там есть водоем. Мы в этом году сделали аэратор своими руками. Ну, у меня ребята это все придумали, чтобы насытить кислородом воду. Чтобы она, ну, чтобы там было движение, как эффект аквариума, наверное, знаете, да? Насос туда погружается. Вот то же самое, только масштабировано. Но мы вот то, что сами сделали руками, конечно, она оказалась маломощная. И для данного водоема ее оказалось недостаточно. Сейчас мы приобрели профессиональное оборудование, оно отечественное. Оно производится в городе Жуковский, это в Подмосковье. Она уже здесь у нас, стоит у меня прямо в кабинете. Называется аэрационная установка «Аура-2». И она рассчитана на водоем до двух гектаров. То есть это действительно очень мощная установка. Вообще в планах именно вот на водоемах хотелось бы, чтобы там у нас была рыба, например. Да, люди могли выйти вечером порыбачить. Прямо с языка сняли. Я только что хотела спросить, а караси там будут? Вот, вот, вот. Чтобы это было, необходимо нам заниматься нашими водоемами. Ну, так сказать, реанимировать. Поэтому мы эту работу уже начали. И весной будем ее продолжать. Я думаю, будут очень хорошие плоды. Также на этом же водоеме мы будем пилотно пробовать бороться с камышом, который растет на береговой линии водоемов. Да. А вот еще где крестьянский рынок, да, у нас там же водоем, там лебеди, уточки. Да, да, да. Ну, где-то их содержат, конечно же, зимой. Может быть, что-то такое. Ну, удивите нас. Может быть, что-то такое еще придумали? Ну, конечно, обязательно надо проводить работу в этом направлении, чтобы люди могли прийти. Сделать надо как общественное пространство дополнительно. Да, отдыхать, чтобы можно было, да. Да, чтобы люди могли прийти, отдохнуть. Вот работа, борьба с камышами, мы хотим попробовать, как сказать, удушить корневую систему. То есть скосить сначала все весной ранней, когда еще лед стоит, а потом накрыть его специальным агроматериалом. Дорогие друзья, ну, сейчас нас ждет в очередной раз реклама. Опять обращаюсь к вам. Не уходите от телевизоров. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, спешу напомнить, что с вами сегодня в студии я, Ольга Голдобина. Также наш гость, руководитель Сосарского округа Слепцов Владимир Владимирович. Также напоминаю, что вы можете позвонить, задать свои вопросы, сказать свои пожелания по номерам 32 00 66 32 11 66. Наши помощники запишут все ваши вопросы и пожелания и передадут руководителю управы Сосарского округа. А мы продолжаем. Я бы хотел еще, Ольга, сказать про благоустройство дворовых территорий, которые прошли в этом году. У нас это Лермонтово 138 с дробями и с дробями дробь 2, дробь 3 и дробь 4. Это в народе называют три поросенка, на Лермонтово стоят. Вы знаете там, наверное, какие были дворовые территории. Я хотел бы сказать, что на прошлой неделе у нас прошла приемка. Обязательно там у нас присутствовали старосты этого дома, которые ранее неоднократно встречались с подрядчиком, с проектантами. На самом деле они весь путь, вот со дня, ну вообще с того дня, когда их дворовые территории прошли на благоустройство, они были с нами. Мы их выслушивали, они говорили, где, например, поставить качель, например, где сделать общественное пространство, а где детскую площадку. То есть там конкретно была проведена работа с жителями. И приемка прошла у нас. У них, конечно, остались там, ну они не успели сделать, ну такие, так скажем, мелкие недочеты. Но опять же у них есть гарантия, по которой они будут в 23-м году это все доделать. Дорабатывать. Дорабатывать, да. Это у нас четыре дворовые территории. Лермонтово 138 и Лермонтово 156 дробь 2. В этом году они были отремонтированы. А на следующий год у нас в планах стоит 23 дворовые территории. Но они сейчас проходят отбор. В основном, конечно, мы отталкиваемся от количества благополучателей. Ну то есть, чтобы был, например, побольше дом, да. Да. Да, он был, чтобы каменный обязательно, конечно. И сейчас у нас 23 адреса. Основной упор мы делаем на 103-й квартал. Это у нас Лермонтово, Петровского. Вот начинается угол от Ростелекома. Это наш центральный квартал, который имеет в основном МКД. Это КПД, дома 112-й серии, дома индивидуальной планировки. И вот была большая работа проделана совместно с управляющей компанией, специалистами управы. И жители тоже молодцы, от них идет обратная отдача. Они приходили на собрания, мы делали собрания вочные. Такие вот у нас планы на 23-й год в плане благоустройства. Так, еще бы, знаете, о чем хотелось бы сказать. Нами было придумано бюджетная система переброски талых вод. Это, если вы знаете, у Якутдорстроя стоят трубы металлические и насосы. Ну, труба на 160 и идет к насосу, который перебрасывает воду в лотки. Мы, конечно, взяли, масштабировали ее, сделали из дешевого полипропилена и погруженные насосы. В 23-м году весной планируем активно пользоваться. Уже заложили средства на приобретение данной трубы. У нас, ну, сами знаете, с Айсара уровень грунтовых вод высокий. Проблема крайне острая. Ее мы планомерно решаем. Я бы хотел сказать, отметить, что в этом году при помощи осенизаторных машин, при помощи мотопомп и электронасосов у нас было откачено около 23 тысяч кубометров воды. — Это даже представить как-то нереально. — Да, это очень нереально. — Какой-то объем. — Может, вы еще видели, да, у нас сейчас наши дворники муниципальные проводят антигалородные материалы. У нас имеется тележка, так сказать, пескоразбрасывательная тележка. Вы, может, видели? Она ходит, ну, вот наподобие вот большого КамАЗа у него сзади такой вертляк стоит. — Да-да-да. — Просто тоже масштабировано. Поменьше нам помогли предприниматели, металлисты. Сами сделали этот проект и сварили нам, и передали в пользование управе. И в 23-м году планируется все управы оснастить данными тележками, чтобы снизить травмоопасность. — Правильно, это очень правильно. — В переходах, в автобусных остановках, особенно там, где имеются спуски. И они очень опасны, на самом деле, чтобы меньше травмировались. Большая работа проведена, конечно же, еще и с безнадзорными животными. В этом году более 350 особей отловлено нашими подрядчиками и передали в приют Чеченко. Сейчас, конечно, по собакам у нас ситуация обстоит, конечно же, лучше, чем в прошлом году. — Ой, ну это же бросается в глаза. — Да, это сразу видно. — Это очень сильно видно. И видно, что отличный результат в работе. Единственное, бывает такое, что встретишь кого-нибудь, и они... — Оля, спроси, пожалуйста, собак выпускать обратно никто не собирается. То есть обычные люди волнуются, что их снова чипируют и выпустят. Но, насколько я понимаю, владею ситуацией, они там будут всегда. Их выпускать никто не собирается. — Нет, пока нет. Пока нет. В плане детских площадок мы тоже решили изменить нашу стратегию. В этом году, например, мы ставили комплексы. Это два комплекса мы поставили, установили. Ну, то есть это, знаете, такой мини-городок. Ну, он не как городок, конечно, не такой большой. Но вот мы решили изменить тем, что будем приобретать отдельно, например, балансир, отдельно горку, отдельно песочницу. И наши муниципальные дворники, они будут заниматься установкой. То есть мы сейчас их будем этому обучать. Они у нас... Вообще это не муниципальные дворники, а они у нас мастера по благоустройству. Они у нас мастера на все руки. — На все руки, да? — Да, да. Могут и приварить, могут и отпилить. — Вот всё-таки герои дня. Вот люди, которые работают, занимаются вот такой работой, ну, я не знаю, как это сказать правильно, но я считаю, что вы все просто герои, потому что такое самоотверженное отношение. Большинство же сейчас говорят, а, это не моя ответственность, а за это мне не платят, до свидания. И как приятно работать с людьми, у которых в голове этого даже нет, он просто понимает, что раз я сюда пришёл, и всё, что меня касается, это моё, и я должен это делать. И причём делать это с душой, с любовью. — Да, и также ими, нашими дворниками, была проведена большая очень работа в плане демонтажа рекламных конструкций, которые незаконно были размещены. У нас более 200 конструкций демонтированы. Это очень много. — Да, если вот сейчас вот... — Откуда столько рекламы? Возникает вопрос, да? — Было много, да. Мы очень много демонтировали в этом году. Ну, и так же эта работа проводится по всем округам. — Может быть, тогда ещё и про сенокос нам расскажете? — О, про сенокос. — В Сайсарском-то это же вообще... — В Сайсарском округе, да. Я вот, как ранее сказал, Ольга, мы будем пилотно проверять новую методику борьбы с камышами. Мы хотим воздействовать на корневую систему. То есть то, что из года в год мы всегда берём и косим верхушку, а корневая система остаётся, и камыш растёт, и растёт, и быстро. И это может продолжаться бесконечно. Мы решили немного смеять, и вот как раз на этом водоёме, где будет проводиться аэрация, мы хотим ранней весной скосить камыш и будем приобретать агрил. Это материал такой, он плотный, не пропускает солнечный свет. То есть мы хорошенько всё скашиваем, накрываем ту территорию, где рос камыш. То есть идея такая, что чтобы не дать солнечному свету пройти туда. Соответственно, и роста не будет. Все процессы будут остановлены, и роста не будет. И если это сработает, а я надеюсь, это сработает, то мы просто будем наш материал, агрил на участок, за участком, потихонечку, планомерно такую работу планируем проводить. Это было бы замечательно, если бы помимо карасей, в том водоёме ещё бы были уточки, лебеди. Была бы возможность наблюдать красивую птицу, где-то прикормить её, погулять рядышком, подышать свежим воздухом. Это всегда приятно на самом деле. Согласен. И искренне жаль, что у нас вот этого нет, потому что в каких городах России я была, это везде есть. Да, работа с водоёмами в центральных городах она действительно проводится. И это очень облагороженно, очень красиво всё делается. Что-то ещё новенькое у нас есть? Ну, по нововведениям пока планы такие. Ещё есть идеи, но они ещё пока не были. А, это секрет, да? Да. Это пока секрет. Ну, в принципе, я услышала настолько много нового, честно говоря, я сама даже как-то вот не могу сконцентрироваться. Но, уважаемые жители водоёма, то мы с вами точно ждём красивый, да? Да. С карасями и с лебедями. Нам это очень надо. Владимир Владимирович, вот скоро уже заканчивается наш эфир, наша передача. Я бы хотела вас попросить поздравить с наступающим Новым годом жителей города Якутской республики Саха-Якут. Конечно, конечно, Ольга. Уважаемые жители города Якутска, уважаемые жители республики, от всего сердца я желаю вам крепкого здоровья, желаю вам, чтобы у вас в семье было всё хорошо, чтобы дети радовали, чтобы у вас всё получалось. Всего вам хорошего в новом 23-м году. В наступающем 23-м году. Дорогие телезрители, радиослушатели, я, в свою очередь, тоже каждый раз, когда буду находиться в этой студии, буду поздравлять вас, желать вам добра, любви и внимания, чтобы вы были здоровы, были здоровы в вашей семье, чтобы вы были счастливы и счастливы ваши дети. Пусть в этой жизни, в нашей с вами жизни, всегда всё будет хорошо, тепло, ясно, светло, и чтобы у нас была бы вера в светлое будущее и всегда было завтра. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом и желаю всего-всего самого наилучшего, что только может быть в нашей с вами жизни. И опять напоминаю, что у нас работают два телефончика 32 00 66 и 32 11 66. Субтитры создавал DimaTorzok